Привет всем, это Star Citizen без купюр, с вами Смольный и пришло время следующего инсайда. Вот только было бы о чем говорить, так как в этот раз ничего нового рассказано не было, кроме подвигов Геркулеса и пиара нового танка. Вы спросите себя, почему это не было опубликовано во время релиза 3.13.1, но ответ простой, на данный момент им просто нечего показать и рассказать. Весь прогресс происходящий в данный момент они осветили в недавних шоу. Конечно же компании нужно выживать, и они пытаются пропихнуть как можно больше продаж, но не думаю, что очередной пиар как-то поможет в этом, так как все бекеры и те, кто еще не купил стартовый пакет, сейчас самостоятельно могут попробовать все новинки транспорта, представленные в этом патче, используя для этого бесплатные полеты во время мероприятия Invictus. Ну а во вчерашнем инсайде речь шла о поведении NPC. И начали они рассказ с того, что такое поведение искусственного интеллекта, как мозга NPC. Оно состоит из распределения всех будущих задач ИИ в зависимости от работ, которые они должны будут делать. Множество вещей, показанных в этом шоу, уже однозначно запланированы командой. Скажем так, если игре нужен инженер, то этот NPC должен будет осведомлен об окружении, знать, как искать неисправные компоненты и решать, какие действия нужны для исправления проблемы. Также в задаче стоит сделать так, чтобы было что-то, что делает этого NPC уникальным. Например, что инженер может делать и что ни один другой NPC делать не может. И в этот момент они подтвердили, что в будущем вы сможете нанимать NPC для обслуживания своих кораблей. Для сравнения, например, вы можете попросить продавца из лотка сделать что-то для вашего корабля, и он выполнит задачу совершенно некачественно или не выполнит ее вообще, потому что у него не будет нужной квалификации. В целом, NPC может работать исходя из своего окружения, но если он будет залочен на конкретный компонент, то он будет способен работать только с ним. Работает это так. NPC будет указано, где объект будет использован, также какой желаемый результат должен быть на выходе и что такое неисправность для данного компонента. Разработчики также выставляют лимит объекта, чтобы ограничить количество NPC, которые могут с ним работать. И в результате NPC, который обнаружил проблему, решает ее исправить, ищет нужные компоненты, берет компоненты, меняет поломанные на рабочие и проверяет или все работает как нужно. Также рассматривается вариант того, что NPC смогут обучаться в будущем. Наняв обычного инженера, со временем он станет более профессиональным и неотъемлемым участником вашей команды. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрели это видео. До следующего раза. И не забывайте летать вдохновенно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.